Виктор приоткрыл окно своей фуры. На улице стояло лето и было достаточно душно. Он уже несколько часов, не отрываясь, следил за дорогой. Даже привыкший к этому организм начал просить об отдыхе или хотя бы о небольшом перерыве. Оглядевшись по сторонам, мужчина выбрал подходящее место для парковки. Сейчас он ехал через лес, и все, что ему было нужно, это просто съехать с шоссе на ровное, просматриваемое с обеих сторон место. Вскоре Виктор уже обходил своего железного коня, проверяя основные узлы и агрегаты. А хорошо-то как? Подумал водитель, защурившись и посмотрев на небо. Тут было не так душно, как в кабине. Легкий ветерок создавал прохладу, в которой сейчас так нуждалось его разгоряченное тело. А не поужинать ли мне прямо здесь? Вдруг в голове Виктора родилась идея. «Устрою-ка я себе пикник», — решил он. И вот он уже раскладывает свой нехитрый провиант на большое покрывало, которым обычно укрывался во время сна. Предвкушая долгожданную трапезу, Виктор даже не сразу заметил, что к нему пожаловали незваные гости. Только когда один из них недовольно заворчал, мужчина вздрогнул и обернулся. Из кустов на него смотрели два волчьих глаза. Сердце Виктора оборвалось. «Вот тебе и поужинал в лесочке», — промелькнула мысль. Но в следующий момент он уже понял, что перед ним вовсе не взрослый волк, а всего лишь небольшой волчонок, которого, судя по всему, привлек запах пищи. По крайней мере, так изначально подумал Виктор. «Чего тебе? Кушать хочешь?» — вдруг спросил мужчина и, отломив кусок хлеба, кинул его волчонку. Но тот даже и не подумал кидаться на еду, безразлично проводив ее взглядом, а вместо этого снова жалобно заворчал. Виктор удивился. Он был небольшой знаток в поведении лесных хищников, но то, что те отказываются от еды, а требуют чего-то другого, сбивало его с толка. Еще один волчонок появился из кустов и также протяжно и жалобно заворчал, будто жалуясь на что-то. «Да чего вам от меня надо?» — недоумевающе спросил мужчина, поднявшись на ноги. Волчата тут же отбежали на несколько метров в сторону, но после этого снова остановились, продолжая пристально смотреть на человека и жалобно скулить. «Но дела?» — проворчал Виктор. «Вот ведь пристали». Ухмыльнулся он и снова сделал шаг по направлению к волчатам. Те опять отпрыгнули на несколько метров и продолжили свои жалостные песни. Стало очевидно, что они упорно зазывают человека вслед за собой. «Надеюсь, это не ваш новый способ охоты?» — сказал Виктор и, оставив разложенные продукты, отправился за волчатами в чащу. Почти двадцать минут он шел за серыми малышами, а те пристально следили, чтобы человек вдруг не передумал и не повернул обратно. И вот, выйдя к большому дереву, Виктор даже сел от неожиданности и ужаса. Прямо под деревом лежал крупный волк и смотрел прямо в упор на человека. Волчата тут же кинулись к нему, принявшись облизывать его и ласкаться. Первой мыслью Виктора было бежать. Бежать поскорее и подальше от этого опасного хищника. И он уже был готов к этому, но веже вопрос в его голове не позволил этого сделать. Зачем же волчата так упорно заманивали его сюда? Приглядевшись, мужчина понял, что серый красавец под деревом лежит не по собственной воле. Стальные челюсти капкана прочно держат его лапу, не позволяя отойти. Так вот в чем дело, изумился Виктор. Никогда в жизни он не сталкивался ни с чем подобным. Поняв, что волчата осознанно пришли к нему, чтобы попросить помощи, он тут же проникся к ним уважением. «Хорошо, будь по-вашему», — вслух сказал Виктор и сделал шаг к лежащей под деревом волчице. Хищница, поняв, что человек пришел помочь, демонстративно положила морду на вытянутые передние лапы, показывая, что она настроена мирно и не представляет для него угрозы. Виктор осторожно подошел к волчице и сел на одно колено. Он постоянно что-то бормотал себе под нос, думая, что так он успокаивает животное. Но скорее так он успокаивал сам себя. Наконец, капкан разжал свою мертвую хватку, выпустив животное на свободу. Волчица тут же поднялась на ноги и принялась обнюхивать трясущегося от страха человека, а потом, словно в знак прощания, она лизнула Виктора прямо в лицо и, сильно прихрамывая, отправилась в чащу. Прошло уже больше года с того случая. Виктор, наконец, решил взять выходной, чтобы заняться чем-то другим, кроме как вождение автомобиля. В этот раз он решил попробовать себя в зимней рыбалке и, честно сказать, быстро пожалел об этом. Сидеть на льдине ему показалось холодно и скучно. Рыба почему-то совсем отказывалась брать его приманку и вообще не так уж и любит он эту рыбу, чтобы сидеть тут часами. Виктор решил отправиться домой и скоротать время с большой кружкой горячего чая в руках. Он собрал свои снасти и мелкими шагами отправился к берегу. Но неожиданно Виктор провалился под лед. Холодная вода тут же обожгла его, заставив замереть дыхание. Глаза мужчины наполнились ужасом. Поняв, что он всего лишь в шаге от смерти и не факт, что у него получится убежать от нее в этот раз. Хватаясь за край льда, он пытался выбраться на поверхность, но лед предательски ломался под его весом, а набравшая воды одежда, будто якорь, тащила его вниз. «Ну все, прощайте!» Мелькнула мысль в голове у рыбака, но в этот момент он с удивлением заметил, как из ближайшего леса к нему несется стая серых собак. «Или не собак?» – обомлел мужчина. «Да это же волки!» И действительно, та самая волчица со своим подросшим выводком спешила к нему на помощь. Да только как она могла ему помочь сейчас. Но, видимо, умное животное даже не задавалось этим вопросом. Она прекрасно понимала, что делает. Подбежав к озеру, она легла на брюхо и поползла. Виктор даже на момент забыл о ледяной воде, которая сейчас могла стать его могилой. И вот волчица уже совсем рядом. Она схватила мужчину за воротник и сильно потянула, пытаясь вытащить его. Невероятно, но это было на самом деле. Виктор и сам не мог поверить в реальность происходящего. Один из волчат, увидев, что мать не справляется, также распластался на льду и подполз к матери и, ухватив человека за рукав, потянул его из воды. Так, совместными усилиями удалось вытянуть человека на твердую поверхность. По щекам Виктора текли слезы, он уже понимал, что спасенный будет жить дальше. А все это благодаря серым хищникам, которые не забыли о добром поступке, который сделал для них этот человек. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!